так здравствуйте здравствуйте мои дорогие родные садоводы вот я могу сто раз повторять и повторять и повторять мы садоводы, все садоводы братья, садоводство это не война садоводство это дружба, это взаимопомощь вот и наступил момент истины истина к сожалению в наше время такая гигантский лохотрон невидомый, немыслимый, наверное больше нигде во всем мире самая северная страна 95% деревьев импортные а импорт это всегда южные садовцы едут на север умирать миллионами, миллионами, миллионами и все эти годы, десятки лет давайте ребята выращивать сами, сами собственными ручонками, вот такими, как вы видите на снимке вот и тогда однажды я решил пора рассекретить нашу книгу рассекретить с помощью голоса уже, потому что так случилось, что если когда-то молодые поколения станут старше может это случиться даже не сегодня и не завтра естественно нужны годы но они эти поколения не читают, читать не умеют и не хотят вот будем учить их с помощью голоса так надо, время такое пришло 10 лет назад появилась книга под названием мы будем теперь вам будет 10-20 поэтому я еще познакомлю вас и с обложкой, и со всем на обложке написан автор Н.И. Курдюмов и В.К. Желина и называется она «Умный сад. Как перехитрить климат» действительно приходилось и хитрить и перехитрить, и получить уникальные результаты так как я надеюсь, что новичков может быть не все у меня были на сайте и не все видели эту фото галерею вот именно вот это вот достижение я даже называю это именно вот это вот чудеса, которые вы видите вот именно они дают мне моральное право учить учить, учить, невзирая на то, что считается что я синий давно давно уже известный давно а на самом деле это такой дикий тупик вот буквально два слова буквально значит ежегодная обрезка удлиняет это срок жизни дерева ежегодная обрезка делает его более здоровым урожайным вот и во всей стране объявлена война веткам якобы ненужным это только один из примеров но сегодня мы будем говорить только о прививке посмотрели на эти чудеса вот я хочу, чтобы у вас зачесались руки чтобы не было как у Черномагида напомните если у вас зачесались руки почешите в другом месте а у нас они будут не в другом месте а там где надо вот после такого преамбула мы с вами попадаем ко мне в одной из глав книги почему сразу с восьмой главы а не с первой объясняю время такое время прививки прочие рассуждения можно немного отложить вот без прививок вот те чудеса что вы видели невозможные невозможные давайте так я буду может быть это будет нудно я буду бубнить вот и тогда я когда примирялся потом думаю нет я буду немножко разбавлять своими не только вот текст но и мои еще комментарии к тексту это будет долго книга вот такая вот вот и сами понимаете но сейчас прививка 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 так прошу прощения отрекусь на секунду а вот железо на проводе ой про 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 варю потом я сейчас фильм снимаю мне нельзя отвлекаться извини брат дома дома ну и 10 часов поеду в деревню это все вся эта обрезка отменяется так что пока вот эти друзья у меня никогда не бывает тайн в данном случае позвонил человек и сказал Валера что случилось я вчера позавчера договорился с другом это тоже вся моя жизнь это сплошная мистика вплоть до общения с тем миром вот видите показу пальцем вот и тут случилось такое давно я не был в авариях вчера я должен был в поселке Геолога подобрать своего друга профессионального лесоруба Анатолия вот он звонил и вот и он у меня уже выпилил несколько десятков больших 20-30 летних деревьев в стране для уникального сада места нет приходится выпиливать одних чтобы на их место посадить другие еще будут фильмы я буду водить по саду позавчера были понаделаны холмы вот часть саженцев приготовленных куда заранее была высажена в том числе уникальная а часть еще предстоит только привить и садить сразу только привить и сразу постоянно высосадить вот все это так но наметил еще 10 деревьев уже даже помоложе 15-20-летние даже 10-летние почему ну среднячки плебеи там абрикосы с размерами плодов 20-30-40 грамм для кого-то это недостижимо а для меня это вчерашний день и надо место освобождать чтобы уже вот такие абрикосы вырасти да и такие бывают до 150 грамм и больше и персики мне прислали их тоже надо посадить и я поехал за ним чтобы выпиливать на полпути меня подрезала машина я ехал себе никому не мешал потому что себе на дороге и врезалась в мою вот ну полдня потеряно уже привать а я еще ехал он резать а я привать то есть он пилить я вернулся полдня на разборке знаете что кто попадал в аре сколько времени уходит я не втрек вот позвонил ему сказал Толя отменяется до завтра и весь вечер меня мучила мусорь а нет ли связи с тем что я вместо прямой дороги свернул поселок геологов чтобы забрать его пилить уничтожать деревья и в это время меня подрезала машина за рулем сидел мой же друг там до драки дело не дошло мы поздоровались сердечно не виделись много лет вот это самое я не виноват оплатить мне за ремонт хотя конечно частично и мне и получилось так что я засомнилась а что дальше то а он чаще звонит думает сейчас за ним заеду мы пойдем деревья пилить я сказал себе не могу это был знак свыше да они середнячки 23-40 грамм абрикоса для меня это позавшир сиденья 30 назад такие были вот и короче я его слышал отказал так сейчас у меня дверь открылась на балконе еще секунду вот это разговорный жанр я разговариваю кому-то есть люди которые буквально влюблены мои фильмы они с удовольствием смотрят вот эти фильмы даже хотя здесь ну сколько мы проговорили минут 10 а еще ничего почти не было сказано поехали так а погодите а если первый фильм будет билетристика а второй фильм сразу чтобы потом сразу что первый кто выключат неинтересно а вот когда фильм будет называться прививки уже буду смотреть лучше поэтому знаете что я сейчас сделаю я сейчас не начну главу 8 я сейчас не начну давайте тогда какую главу которая может быть не так важна не так важна так нет не важных у меня нет сейчас сами убедитесь сейчас убедитесь сами вот ага посмотрите на саму книгу в лето железо в сибирский сад значит сотворение чудо своими руками этим фотографиям 10-20 лет значит это аннотация я по хорошему завидую вам тем кто держит в руках эту книгу у вас есть реальная возможность не наделать ошибок при посадке саранцу не погубить дерево неумелой обрезкой вырастить его сильным здоровым а значит получать от него полновесный враг вкусных и полезных плодов читайте учитесь раньше вас учили по-другому не спешите с выводами каждая буква здесь выверена каждый прием быстро ой если бы вы знали что такое полоносящий сад полутора тысяч яблонь только яблонь полутора тысяч я не преувеличил вот и которые приезжают мотоциклисты поджигают со всех сторон пока мои арендаторы спали которым я передал сад вот передал сад за 60 тысяч рублей сдал в аренду там были перспективные десятки миллионов и он был сожжен ладно вот это я зацепился за слово быстро дальше читаем на каждой странице опыт многих сибирских садоводов вот обобщенный углубленный очень грамотно доступно изложен автором значит от то читаем удачи всем читайте суть трудом но благородном деле сибирском садоводстве это уникальный труд станет вашей настольной книге Ирина Головина главный редактор газеты фазента Красноярск так вот Ирина Владимировна здесь немножко не так значит нету здесь обобщенного углубленного и грамот вот этих двух слов обобщенный углубленный нету опыт многих садоводов нету здесь идет противопоставление всех и вся вот Ирина Владимировна было не больше двух-трех конфликтов это была рабочая дружба вот она печатала мои статьи вот поверьте 10 лет в каждом номере за моими статьями как это за ее книгой фазента стояли в очереди в киосках в сибирске Красноярск этот самый Иркутская область ну все ближайшие Кемеровская и так далее вот почему потому что это было абсолютно новое слово это был момент моей удачи почему это какое-то наитие какое-то вдохновение оно передавалось людям тысячам тысячам это было вот и главное я практически отменил весь каторжный труд в саду вот это людям очень нравилось вот и не было никакого обобщенного опыта других сибирских садов не было пару примеров значит две статьи в одном номере я про то что вот это величних веток нет и так далее и так далее как беречь дерево от этого зависит иммунитет значит не будет как у меня не будет насекомых на дереве будут чистые листики у других все наоборот следующий номер она печатает статью очень уважаемого сибирского садовода по мере не называем называется отрежем все лишнее а дальше на двух-трех страницах лишние ветки вот нашел эту 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 ужас ну начать уходить в сторону говорить вот ребята Железов с его этими постулатами вот каждый листик это значит глюкоза каждый листик это фотосинтез нельзя его это вообще отрезать ветки нельзя на них листья потом вырастут вот это вот это нет никакого опыта многих но все равно я ей благодарен видите второй пример где мы с ней расходились когда-то этот пример вы встретите на странице книги можно на что я взялся с моими комментариями это займет десятки если не сотня фильмов вот вы готовы к этому ладно чтобы вообще-таки первый фильм вот такой скомканный получился продолжаем итак вот тут сибирский сад вот эта фраза принадлежит мне в смысле я ее раскопал не надо забывать что тайны мироздания разгадываются не одними только книгами мудрецов а потому и самим мудрецам не мешает снисходить к наблюдениям и опытному народному Ермолов этнограф издательства Суморина 1901 год к сожалению сами мудрецы как они себя считают шутка люди синхоры академики и прочие кандидаты и доктора вот значит считает что опыт народный им не нужен поэтому застряло наше садоводство зайдя в тупик занимаясь только сеянцами только сеянцами итак книга посвящается садногорским садоводам первопроходцам вот я написал учителям от благородного ученика благодарного ну это дань вежливости я тоже обязан был так написать они старались по-своему они много умели они многого достигли они достигли бы большего но у всех даже великих садоводов были свои рамки которые не позволяли двигаться дальше так уж так уж получилось я не виноват для того и книга чтобы расширить эти рамки вот ну что тут говорить дальше вы увидите в этой книге что истоки садоводского феномена ой я тут столько добавлю к самому тексту вот тут опять ни один фильм получится климатические условия про климатические условия скажу так значит везде и всюду надо проявлять хитрох жесткий климат а мы представляете дальше участки давали часть из них проходила через теплоту а у нас городская черта а что такое городская черта вы знаете а я еще говорю тепловые подушки тут не растет тут не растет а тут прекрасно будет расти а как я знаете ну извините это первый скомканный фильм ну что делать ну не бить же меня значит я еду в этом поезде Москва-Херсон так значит ну с рядом трое украинцев вот разговорились вот и естественно только садовоз о чем я железно могу еще говорить и значит это увлек их разговором жаль записать бы это все ладно украина Россия каждый десятый садовоз сейчас их мало стало раньше было каждый третий вот а там каждый первый и вот один из украинцев говорит а у нас такое было страшная зима ну для них минус 30 сами понимаете это предел вот страшная зима и абрикосов не было и так получилось и так получилось что одна ветка легла на крышу дома ну частного дома и как-то получилось что она буквально она же не один год росла ветка росла 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 вот она уже поползла по крыше и вот она взяла и завернулась вокруг трубы печной вы представляете когда у нас во всем селе или во всем городе не помню во всем деревне не помню где не было ни одного абрикосика на этой крыше гроздья абрикосов вы понимаете что такое теперь то такое климатическое условие нету создадим друзья ну что еще поговорим или для первого фильма ладно хватит значит смотрите я сейчас остановлю запись вот надо придумать броски броски заголовок вот что-то типа окаянная мысль железного и мы с вами начнем уже так это как бы прям было еще раз мы с вами начнем так вот вот это прививки вот они представляете какая книга ой какая она большая толстая и настоящая работа начнется почему я хочу чтобы все-таки это вы увидите дерево которому 3 метра за 5 месяцев выросло вот почему мультидерево вы увидите вот эти 5 месячные саженцы кто-то знает а кому-то это надо все изучать вот вы увидите чудеса 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 а главное все же разжевано так до предела вот и все вот эти хитрости 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 видите вот это все вам предстоит узнать 10 сортов на одном дереве я не хвастаюсь это тут тоже тупик косой вроде вот и мы с вами будем говорить о чем об всем на этом я заканчиваю все хитрости впереди до свидания дружья надеюсь ненадолго надеюсь что все это пригодится стране и о чем все это дружище дружище до свидания дружище разжевремен